Культурная программа обещает быть насыщенной, рассказали на пресс-конференции в мэрии города. Праздничные площадки по традиции разместят по всему Барнаулу. К примеру, в парке Центральный пройдет национальный карнавал-шествие, а на Молотобольской ожидаются выставки, ремесленные мастер-классы, фотозоны, гастрономический фестиваль, квесты и театральные постановки. Во-первых, это сценические мероприятия с участием танцевальных коллективов, трех музыкальных групп. И в завершение дня мы хотим это все закончить шоу пиксельных костюмов. Около сцены будут также проводиться мероприятия, которые задействуют жителей города Барнаула. Можно будет записаться заранее на квест. Но центральным местом празднования пока все же остается площадь Сахарова. До конца месяца там завершат ремонтные работы, а в первых числах сентября перекроют дорогу и начнут возводить сцену. Один из главных гостей торжества – известный в России ансамбль национального танца Чеченской Республики под названием «Войнах». Концерт коллектива пройдет в ДК города. В мэрии подчеркнули, что приглашенных звезд эстрады на праздники в этом году не будет. Вот эти бюджетные деньги мы тратим для того, чтобы дать возможность нашим коллективам, нашим жителям Барнаула реализовать свои творческие возможности. Мне кажется, это когда ты готовишь сам праздник и сам же принимаешь в нем участие, это более интересно. Те традиции, которые сложились, они будут продолжаться. Насыщенной будет и спортивная программа. Ожидаются выступления мастеров спорта, хоккей на траве, метание ножей, заплывы в открытом бассейне Обь и даже соревнования по тяганию гири. Поднять ее нужно будет ровно 292 раза по числу лет города. На площадке возле Ледового дворца Титов-арена будет организовано соревнование по баскетболу 3х3 на Кубах города. Также на этой площадке у Дворца спорта будет организован мини-скалодром, где пройдут соревнования и мастер-классы по спортивному скалолазанию, где могут жители по празднику своей силы тоже. До дня рождения Барнаула осталось ровно неделя. Сейчас все районы города заканчивают подготовку к предстоящему празднику. Во всех из них в 10 часов вечера прогремят салюты. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.